Здравствуйте, дорогие родственники, друзья! Сегодня решила заняться скосом травы возле дома. Сегодня утром температура была 6 градусов, я вышла 40 минут назад. Перед домом я с травой сосновной справилась, которая засоряет участок. Искала вот этот вот большой плоскорез, я не нашла. Работала вот таким вот маленьким плоскорезом. Ему же мне нравится очень работать этими плоскорезами в огороде. Не нужно нагибаться, траву растекаем почаще на пятках. И вот участок, где у нас слив. Весь его здесь я подкосила, лопухи. Вот эту вот вредную траву, которая похожа на листву морковки. Также еще ее путают с пеканами, чтобы дети не перепутали. Да и взрослые теперь не все знают. Пеканы – это съедобная трава. Бабушка рассказывала все время, что они, когда маленькие были, они все время бегали, играли и срывали траву. Вот у нас возле дома выросла полынь. Не надо в лес искать идти. У нас тут и лопухи, все это лекарственная трава. Но здесь возле дороги, поэтому мы не собираем. Лопухи используем только, чтобы закрывать насаждение в огороде, капусту или что-то там еще высадим. И если жаркая погода, то годнюю закрываем этими лопухами. Но они еще вырастут. У меня капуста еще маленькая. Я сейчас два дня ее засыпала золой, чтобы мошка ее не съела. Ну и вот это вот еще цветут у нас одуванчики. Не хочется их скашивать, потому что днем, когда жарко, сейчас еще обещают жаркую погоду. Завтра уже температура поднимется. И они цветут очень красиво. На солнышко не можем, на яркое смотреть, смотрим на одуванчики. Вот и пеканы у нас тут выросли. Вот такая вот листва у пеканов. А у этой вредной травы вот такая вот листва. Бывает, путают, хотя вообще-то и не похоже. Здесь мелкая, а у пеканов крупные листва. Поэтому пекан пока оставим. Но тут у дороги тоже он как бы несъедобный. Но когда в огороде там у нас, в огороде уже забор надо менять. И ворота надо менять. Ну вот эта вот малина выросшая, как бы, она закрывает ворота хотя бы. Тут еще и бревна лежат у мужа. И вот так вот я. Ну я двумя руками, конечно, скашивала. Сейчас держу телефон. И крапиву, сколько могла, срубила. И вот эту вот вредную траву. Возле дома все порубила. Все ее срубила. Ну потом снова, конечно, вырастет. Снова нужно будет косить. Муж устает на работе. Особенно после четырех операций на почках он с работы приходит уже уставший. И ему не до этой травы уже. Вот стараюсь сама ее уже который год срубать. Но не всегда получается. Вот 40 минут поработала. И уже очень сильно устала. А еще трава у нас есть и на огороде. Сныть выросла большая. И там тоже, среди кустов, возле ели, тоже вот эта вот вредная трава, которую нужно срубить. Удалось ее срубить, чтобы она не брызгала. Очень сок ядовитый у этой травы. Поэтому ее нужно все срубать. Ну, сейчас не ходят в основном по городу. Раньше отпускали люди. А сейчас даже не держат. Мало кто держит коров или телят, которые раньше разгуливали по городу. Так как пасти некому. Пасти некому. Карма заготовлять тоже сил уже не хватает. Людей современных на работе поработают. Уже устают. Раньше родители, ну не мои родители, мои родители болели. А соседям все держали. Скот на работе работали. Бывало, что и в полторы смены на заводе работали. И также ездили косить траву на покос. И вот возле дома тоже всю траву скосило. На полянке все лопухи. Возле тропинки у нас. Вот тут вот, чтобы на дорогу не выходить. Тут такой угол. Чтобы на дорогу не выходить. Возле нашего дома люди проходят по этой тропинке. Ну вот, я не справилась с пыреем. Я только как бы приглаживаю его. Но он у меня не скашивается. Но муж потом скосит. Он считает, что не надо пока косить траву на полянке. Потому что, чтобы на следующий год была, трава росла. Потому что, если трава еще не дала семена, то от корней только будет трава расти. И она будет уменьшаться на полянке. Но у нас тут как бы дорога. И трава, и растения все защищают от этой пыли. От дорожной, от которой пылится наш дом. Тут вот даже такие желтенькие выросли цветочки. Не знаю, как они называются. Мы раньше с бабушкой, с маминой стороны, мамина мама, ходили в лес. И она росла возле болота. Большая, крупная. Но у нас вот такая вот мелкая. Красиво тоже цветет. Уже вот открылись цветочки. Вот дуванчиков пока не открылись. Также здесь вот еще. И еще цветочки другого вида. Вот как бы в лесу я немножко нахожусь, когда полянка тут. Одно время хотелось засыпать всю эту поляну, потому что косить сил нет. Хотя бы там у ворот засыпать, где слив. И вот скважина, где тоже как-то бы обиходить красиво. Можно клумбочки сделать. Вот тут у нас еще песок строительный лежит, и доски строительные лежат. Забор есть из чего сделать. Новые. Только надо время и силы. Капива тут вот тоже возле бревен наросла. Другой рукой трудно справиться. Потом скажу. Тут у нас вот еще на фундамент камень лежит. Фундамент сделали, дорожку во дворе сделал муж. И решила, что это у меня будут альпийские горки, пока он не займется этими камнями. Дома домашних цветов побольше наростиво, которые будут стебли ползти по этим камням. Я думаю, что высадите их сюда. И цветет этот цветок очень долго. Надеюсь, поставлю эти горшочки между камнями, и будет у меня альпийская горка. Ну, тогда пока не выставляла на улицу, потому что думали, что все будет холодно, заморозки будут. Заморозков, слава Богу, нет. Может быть, уже не будет. Сегодня-завтра прохладная погода, потом снова жаркая будет погода. Дожди пока не обещают. Молились в храме, чтобы Господь дождя дал. Все посадили картошку почти уже все посадили. Вот, и сейчас мелочь посадили уже пораньше картошки. Поливаем каждый вечер. И ягоды, и морковь, и свеклу, где поселят, капусту, сельдерей, салаты. Все уже погода теплая. Поливаю теплой водой. Нагреваем в баке ее с утра. Наливаем. До вечера она стоит, нагревается. И от теплой погоды, и теплой воды все быстро взошло. И растет хорошо. Так что вот, наверное, скоро выставлю вот эти вот цветочки. Тоже надо будет ходить поливать их. Между камнями горшочки решила поставить. Может зацветут, и будет красивая альпийская горка. Малиник нарос у ворот. Возле, что же не могла с ним справиться. И он уже окреп. Ягоды есть. Идем и срываем ягодки. Но мне нельзя. У меня аллергия. Ягодок пять сорву. Больше не рву, потому что нельзя мне. А муж как-то частенько рвет. Тут стоит, когда отдыхает. Эти ягодки. Всем доброго здоровья. Мир Дому Вашему. Мир Дому Вашему.